И всем привет! Меня зовут Влад А4, Кобяков и Лент. И добро пожаловать в пол, это лава 4. Мы взяли небольшую паузу, чтобы сделать супер масштабный выпуск. И посмотрите, что у нас получилось. Да, ребят, мы знатно для вас постарались. Но лайк ставить еще рано, сейчас вы все поймете. Ну что, ребята, вы долго этого ждали. Розыгрыш моего мустанга. Встречайте! Да, ребята, тот самый легендарный мустанг может стать твоим. Я говорил, что сделаю это на 15 миллионов. Но делаю это только сейчас, когда нас уже 22 миллиона. Это было практически нереально организовать. У нас было 50 встреч с юристами, чтобы сделать все честно и чисто. И мы продумали все моменты. Поэтому, ребята, извините меня за задержку. Условия очень простые. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужна одна минута вашего времени. Выбирать мы будем рандомным способом. Вам нужно подписаться на три аккаунта в инстаграме. На меня, на Глента и на Кобякова. Второе. Лайкнуть вот эту фотографию у меня в профиле, у Глента в профиле и у Кобякова. Также вы можете выложить эту фотографию у себя в профиле или истории. Поставить хэштег хочу мустанг А4. Отметить наши профили. И, возможно, это увеличит твои шансы. Мы продумали, что делать, если выиграет совсем маленький человек. Мы поможем все оформить на ваших родителей. Также мы можем помочь продать вам мустанг и просто скинуть вам деньги на карту. Но это мы уже решим с победителем. Поэтому участвовать может любой человек из любой страны. Стартуем прямо сейчас. Итоги 15 августа у меня в инстаграм. Подробности в описании. Ну а мы начинаем. Пацаны, играем на 5000 настоящих... Баксов, Глент, проверочка. Настоящий. Но не все так просто. А4 продакшн подготовил для нас вот такие забавные костюмы. И нам нужно выбрать один из них. Я человек по 100%. Кобяков, ну, мне кажется, ты енот. Ну голову можно не надевать? Голова енота у тебя своя, так что нормально. Я думаю, с тебя будет отличная черепашка-ниндзя. Ну что, перевоплощаемся. Так, Кобяков! Не, зато у меня хвост удобный, мягкий. У меня панцирь. Крепкий. Глентик, что за баночки? Подкричался. Пацаны, только костюм енота может помочь выиграть в этой игре. Теперь официально мне можно хитрить. Ладно, пацаны, начинаем с фламинго. В первом раунде нужно пройти по надувным кругам, пролезть через мустанг, потом перейти на стенку ниндзя. Далее пройти по вот этому сложному зигзагу, который надут не полностью. Батут, 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 батут. Потом переходишь к очень экстремальному челленджу. И тебе нужно держать баланс над ламбой. И добраться до первого сейва. Кто первый? Получается ты. Итак, Кобяков. Я просто решил дать вам фору. И так, идем. Блин, они очень сдутые, поэтому на них очень сложно стоять. Умная черепашка-ниндзя. Дверь есть. Итак, мустанг, этот запах, его ничем не перепутаешь. Аккуратно. И идем, идем. Вот какую бы ты хотел суперспособность? И я добрался до стенки ниндзя. Так. Блин, мне панцирь мешает пробираться. Я бы хотел летать. Летать? Это Супермен получается? Я бы хотел быть Человеком-пауком. Пускать паутину, лазать по стенам. Ребята, какую суперспособность хотели бы вы среди всех супергероев? Он упал! Он походу упал. Может быть, кто-то хочет летать, видеть через стены, проходить через стены и так далее. Пишите в комментарии. И можете написать своего любимого супергероя. Мой, например, Человек-паук. А твой? Бэтмен. Бэтмен? Да. Пацаны, стенка ниндзя, это вообще не просто. Думаю, она займет у нас много времени. Ну что ж, моя первая попытка. Пожелайте мне удачи. Ясно, все. Все, ребят, ну давай. Они очень сдутые. Я чувствую. Баланс. Так, спокойно. Привет. Так, легендарный мустанг пройден. Так, 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 так. А я не буду говорить вам своего любимого супергероя. Пишите в комментариях, и я буду лайкать тех, кто напишет мой вариант. О, стена ниндзя. Тут перчатки есть. Я не заметил перчи. Тут их нет, пацаны. О, мне повезло, у меня не скользящие кроссовки, поэтому я думаю, что все получится. Это, конечно, далеко не Человек-паук, но Глента это напоминает. О, получается, пацаны! О, появился, появился. Ребята, тут еще одна станция. Быстро запрыгиваем. Так зигзаг сдутый, пацаны, на нем невозможно стоять. Твоя попытка номер два. Так, так. Скажи, зачем там гелик стоит? Гелик? Слушай, ну, гелик, он большой. Может быть, на него нужно будет залезть? Узнаем, когда дойдем. И... Что-то там нечисто. Э, руку, руку! Мы видим его руки сверху. Получилось? Енот! Да. И тут уже, ну, ничего не скажешь. Так, ну что, тележка. Зигзаг сдут, я это помню. Падай, 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 падай! Все, все, все. Пацаны, прошел! Это самое начало, ребят. Патут, погнал. Ну что, сейчас начинается самое страшное в этом испытании. Я не могу это смотреть. Он, он залазит, он залазит, он залазит. Пацаны, мне стремно. Ой-ой-ой. Пацаны, иду. Влад. Все, давай быстрее, 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 на сейв. Блин, ребята, я так не потел давно уже. Понять бы, как отреагирует этот куб. Раз, два, три. Ну и на сейв. Опа! Блин! Да, пацаны, это сейв, и я упростил себе жизнь, как минимум, на начало этого пути. Поздравим, поздравим Кобякова, да. Иду дальше. Так. Кобяков, ты кое-что забыл! Кто? Посмотри, бумажка висит какая. Блин, пацаны, это усложняет задачу. Кобякова. Кобякова что-то получается. Опасный момент. И... Помогите, хвост! Хвост застрял! Все, я отцепился. Блин! Ну, а теперь в игру вступаем мы. Пацаны, а как вы здесь оказались? А мы тебе будем мешать. Мы будем раскачивать вот эти груши. Пацаны, ну вы не должны забывать о том, что потом я вам тоже буду мешать. Так мы тебе не мешаем, мы просто их раскачиваем. Ну что, Кобяков, давай. Давай! Отлично! Ну что, моя очередь. Все, я пошел, быстро прохожу игру. Так, так, так. Перчатки, обе левые. Погнали! Еносить ли? Все-таки 5000 баксов. Можно и с еносить. Хотя нет, я черепашка-ниндия. Я должен сделать все по-честному. Вот так у меня есть шансы. Так, медленно, неуверенно, но иду. Так, возвращаем пацарь. Так, ну сейчас самый сложный момент. Мне кажется, Владос здесь сдуется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эй, не так быстро, не так быстро. Ламбу воруют, ламбу воруют. Я в конце чуть не соскользнул. О, в ламбе остались мои очки. О, можешь их пока забрать и проиграть? Нет. Смотрите, ребята, беру ответственность на себя. Вот как это выглядит. Владос уже почти прошел, капец. Есть. Ребят, я справился. Вспотел. Так. И чекпоинт. Так, ботинки, да? Да, снимай. Я вижу, там продолжение карты, поэтому кину туда. Там их и надену. Почти идеально. Так, и раз, два. Кобяков, пойдем Владу убежать. Иду, иду, иду. Не, ну на качелях я просто не могу проиграть. Так. Ой-ой-ой. Проиграет, проиграет. Что? Пять секундочек покачаюсь просто на качельках. Так, погнали дальше. Так, сейчас. Так, на счет три. Раз. Раз. Так, так нет, Кобяков, ты что обалдел? Нет, Кобяков, отойди. Он тебя просто толкнул подушкой. Прошел, значит. Так, следующий этап. Мне нужно при помощи фризби дойти до батутов. Но дело в том, что их здесь всего шесть штук. То есть надо бросать, подбирать и идти дальше. Так, ладно, вот так сделаю. Раз. Много фризби, надо как-то логично ими пользоваться. Раз, два. Раз. Кроссовок один. Так, оп. Ой, пацаны, походу у нас теперь пять тарелок. Она треснула. Осталось пару шагов и второй кроссовок. Два, три. Так, быстро обуваюсь. Итак, батут. Посмотрите, какой прыжок мне надо совершить. Раз, два. Посмотрите, ребята, здесь огромный грузовик с ковшом. А еще здесь три коробки. И так как нас три участника, наверное, каждому по одной коробке. Беру центральную. Владос, что там? Ну, гляньте. У него ничего. Да, походу в одной из этих коробок что-то спрятано для одного из нас. Дальше мне надо добраться вот до туда. Грузовик, заладись! Я еду! Офигеть! Спасибо, шеф! Так, дальше селега и сейвпоинт. Ну что, поплыли? Влад, как плывется? Не очень, но есть план. Раз, два, три. Подпишись, поставь лайк, напиши коммент, поделись, проверь колокольчик. Аккуратно. Да! Влад дошел до второго сейва. Хорошо, что у меня был сейв. Ну что ж, теперь настал мой звездный час. Так. Это сдутая колбаса, мой главный враг. А, нет, на самом деле, нормально. Я прокачивал баланс. Ура! Глент, ну красавчик! А ты что в перчатках? Тут все надо заметить. Так. Сейв! Разувайся. Обувь снята. Опа! Ошибка, ошибка! Никакой ошибки. Человек-паук здесь. Посмотрю сейчас, как ты будешь кроссовки доставать. Как-как? Легко и просто. Обуваемся. Опа, я готов. Пожалуйста, ну это же мое слабое место. Глент, 5000 баксов накануне, никакой пощады. Ну хорошо, это же вам вернется, ребята. Мешочек отвалит меня. И опа! О, какой ветер сильный от этого мешка. Бау! Кобяков, твое дело раскачивать. Ага, получается прошел. Прошел, прошел! Кобяков, а ну-ка быстро на свое место. Енот, реально, енот. В принципе, тактика мне ясна. Надо просто делать маленькие шаги, и все будет хорошо. Устал. Ребят, вы вообще понимаете, это финальный пол, эта лава. Мы так запарились. Еще осталось снять гробы. Кстати, ребята, вы ждете? Пишите в комменты. О, уже близко. Человек-паук в деле. Так, ладно, я ничего не боюсь. Она скользит. Вот про что я говорю. Воу, с первого раза! Даже, да, скажи, что с первого раза. Ребят, вы все видели. Так, коробки. Беру право. О, что-то есть. А, нет, тут помимо кнопки подписаться больше ничего нет. Ну, нажму хотя бы ее. Ладно, походу мне тоже не повезло. Прыжок. А тут поплыли. Владос, ты не хочешь меня подтолкнуть? Нет, Глентик, все-таки на 5000 играем, давай сам. Вот так вот. Ребят, я тренировался, я должен выиграть эту игру, потому что это финал легендарной рубрики. И не стать в ней хотя бы один раз победителем нельзя. Давай, давай, давай. Владос, я тебя победю. А как ты здесь проиграл? Я решил просто отдохнуть, накопиться сил. Сейф! Насколько это сложно вообще? Я попробовал и сразу упал. Смотри. Здесь получается тоже без обуви. Я знаю, почему это. Почему? Мне кажется, А4 и продакшену просто лень стирать потом гамаки. Так, попытка номер один. Итак, феерическое падение 2020 у вас на экране. Это вообще нелегко, это как пьяная лестница, только их три. Тебе нельзя ее трогать руками и нельзя ее трогать ногами. Я знаю, я очень близко. Ну блин! Я реально на секундочку поверил, что у меня получится. Ладно, хоть поднаберу сил, а вы смотрите на енота. Так, ну что, с первого раза сразу до чекпоинта. Блин, опять хвостом зацепился. Привет, Кобяков, как ты там в меня бросал, да? Вот так вот. Мы же просто раскачиваем, да? Эээ! Блин, Кобяков! Эээ! Блин, козел! Енота-козел! Нет, пацаны, у кого длиннее хвост, то ты прав. У меня есть идея. Становимся. Ну все, поехали. Только не говорите пацанам. О, кроссовки мои. Обуваемся. Так, моя последняя коробка. Пацаны, смотрите, что у меня. Эээ... Так, тут есть какая-то записка. Продолжаешь движение в боксерских перчатках. Так это что? Это получается... Это наказание! Наказание! Это тебе за то, что ты енотишь. Поехали! Ну что, пацаны думали, что перчатки усложнят мне жизнь? Не тут-то было. Опа! Опа! Кобяков, не снимай этот костюм больше никогда, хорошо? Ну что, сейф получается. Добро пожаловать! Куда, куда, куда? Куда, куда, куда? На всю игру написано же. На всю игру. Ура! Победитель по жизни, Кобяков! Всю игру мне придется теперь проходить без кроссовок, потому что я не смогу их надеть. Но, пацаны, я вам победу не отдам. Ну что, Кобяков? Идиот получается! Не-не-не, Кобяков, ты в боксерских перчатках, в костюме и нота невозможно. Так, пошли смотреть, что у него. Пойдем. Так, Кобяков. Ну что ж, фульт включен. Ты воспользуешься помощью друга или попробуешь все-таки сам? Попробую сам. Последний этап перед геликом. Ты должен разбить коробки, а дальше посмотрим, что будет. Идет. Взбивает коробки. Не видно трассы, куда едет, не видно. Ты не воспользовался моей помощью, поэтому гелик я тебе открывать не буду. Я, друзья, не бросаю. Итак, Кобяков, залазь в гелик. Ну и теперь интересно, куда мы поедем? Смотри, что у меня было с собой в гелике. Пара запасных кроссовок. Только пацанам не говори, попробую защитить. Кое-как открыл дверь. И что я вижу? Сейвпоинт! Пацаны! Я засейвился! Начинаем проходить следующий этап с биноклем. Надеваем. Вижу вот свою ногу. Кобяков в этом шлеме похож на персонажа из какой-то мобильной игры. Реально. Надо сразу... Перекидывать ногу дальше. Блин, там практически ничего не видно. И расстояние, оно вообще непонятно. То ли много, то ли мало. Буду ждать пацанов на этом сейве. Так, моя очередь, и гелик вернулся обратно. И вот кроссовки надо как-то переместить. Гамак, ты послушный, хороший, я с тобой дружу. Плампу-лампу бьют! Не смешно? Так... Внизу пока все хорошо. Я запутался. Ладно, может, давай сразу я попробую? Мой пресс сейчас просто бетонный. У меня всегда бетонный пресс. У меня всегда бетонный пресс. Аккуратно. Вот это мы, конечно, ставим под сомнение. Не было, не было, не было, не было. Ну что, ну что? А эта штука еще и крутится. Итак, на одной ноге держим баланс. Может, пока лучше не обувайся? Я обуюсь, но шнурки завязать не смогу. В принципе, мне ничего не мешает. Проиграть, да? Блин, я всегда мечтал о такой штуке. Мне кажется, на ней в первый раз в жизни качусь. Сейв практически у меня в кармане. Я шнурочки завязал по дороге. Я могу тебе чуть-чуть помочь. И? Оп! Сейв! Вы только гляньте, что это вообще за постройка? А там что в конце? Ой, ребята, нас еще много чего ждет впереди. Ребята, я вас вижу вот такими. Вы в километре от меня. Ладно, я пошел. Ну что ж, погнали. Гамочки, гамочки. Это очень нелегко, ребята. Да. Дабы исключить жульничество, пожалуй, проконтролирую процесс. Так. Нет, Человек-паук, я вообще-то в окна с легкостью забираюсь. Это реально очень сложно, не справился. Я в следующий раз, ребята, подсоберусь и все сделаю красиво. Хобяков, вторая попытка. Так, давай, 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 давай. Да ну, да ну, офигеть! Офигеть! Наступил! Наступил! Он прошел и наступил в конце. Так. Ребята, вы даже не представляете, как это стремно. Появился просто еще вот такой вот маленький шанс. Моя очередь, я начинаю. Блин, йоу, что делать? О, не коснулся! Ого, я почти сел на шпагат. А где твоя обувь? А я ее специально там оставил. Получается, ты без обуви? Да, я. Походу, у меня у единственного осталось преимущество. Самое сложное начинается прямо сейчас, это скейт. Я на нем не умею кататься. И, судя по всему, я начинаю вам врать. Открываем гелик. Молодец! Шлем готов. Если честно, я не верю, что это так сложно, как вы описываете. Ребята, я вижу только вот эту часть трубы. Дальше я ничего не вижу. Где моя нога? Блин, капец, моя нога далеко. Все! Это реально сложно, ребята. Смотри, мастер-класс. Пожалуйста. А, да конечно он бортики использует, но это же какое-то пушничество. Не знаю, нормально. Да, ребята. Никто не запрещал бортики использовать? Еее! Красава! Это было стрёмно. Так, у Кобякова там какой-то велик. Я там что-то вижу на раме интересное. Мне кажется, что это не обычный велик. Если я поворачиваю руль вправо, колесо крутится влево. А если влево, то колесо крутится вправо. Это пьяный велосипед. Единственный способ проехать на этом велосипеде, это придерживаться этой стены. Ну что, проехал? Дальше мне нужно проехать на этих ватрушках. Так, наблюдаем за Кобяковым, чтобы не совершить его ошибки. Так, ладно. Надо было следовать изначальной тактике и идти на ногах. Дадим пацанам шанс. Все, я наученный. Я пользуюсь тактикой идти по боку. Пуська. Владос, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно! Аккуратно, аккуратно! Что аккуратно? Аккуратно, аккуратно! Да не мешай! Аккуратно справа, направо. Аккуратно! Аккуратно, аккуратно! Извини, извини, извини! Ну, все понятно. Кто-то когда-нибудь катался на таком велике, когда руль крутится в обратную сторону? Так, воспользуюсь великом, чтобы оттолкнуться от него. Я попробую стоя, как на бочке, просто становишься, держишь баланс и катишься, катишься. Катишься, катишься, катишься. Так, ребята, а что, если я их буду собирать? Я не знаю, как это задумывалось, но я использую вот такую тактику. Так, теперь можно даже и прокатиться на животе. Что? Как? Катим, катим, катим. Так, 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 так. Пацаны, я не знаю, как, но я прошел. Ребята, я чувствую себя первооткрывателем, я даже не понимаю, что там будет дальше. Владос, ты на табличку посмотри, там разуться надо. Сюрприз! Чёрт! Это надо разуться прямо здесь. Ладно, я играю по правилам. Ребята, нужно запрыгнуть. Раз, два. О, залез. Здесь довольно-таки удобные ступеньки. Так, оп, оп, и на сейф. Не понимаю, что за игры с кроссовками, но они пока что еще со мной. Ну дальше вот эта стенка, гляньте на нее. А мы уже пришли мешать Владу. Привет, тут еще Кобяков. Ну я, короче, тоже здесь. Так, сперва нужно допрыгнуть до бревна. Раз, два. Кобяков, делаем все супер жестко. У пацанов есть четыре палки, и мне нужно как-то через них пройти. Давай, 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 давай. Да нет, я тебе про синюю говорю, Кобяков! О, дурень, да ты, вонючая! Что у них там происходит? Это мне не понадобится. Пуляй, пуляй, Кобяков! Есть! Это что было? Это кто, Кобяков? Так, ладно, давайте попробую я что-нибудь придумать. Ну, не получилось. Передайте, пожалуйста, мне что-нибудь. Да, держите. Так. Мой любимый велосипед. Так, ну, здесь мне нужна будет моя енотская натура. Опа! Так, и теперь делаем мост. Влад, я иду к тебе! Так. Владос, ты тут? Обрати внимание на ноги Кобякова. Кобяков, откуда у тебя кроссовки? Ну, вот как? Вот когда ты успел? Ну, когда ехал в гелике. Так, Кобяков. Блин, ну, пацаны, ну так нечестно, ну неудобно без кроссовок. Ну, ты это Гленту скажи. Да, у меня ноги, кстати, очень чистые. Смотрите, единственные носки на этой съемке, и они уже все. Давай, Кобяков, выбрасывай всю обувь. Блин, где он успел ее надеть? Так, это тяжело и стремно. О, смотри. Ну реально енот, смотри, ну просто енот, настоящий. И в чекпоинт. Ура, поздравляю. Куда дальше? Туда. Ты давай на круг, а я пошел готовиться. Опа. Оп. Так, можно физкультурой позаниматься. У нас есть план. Как только я говорю ОГОНЬ, Глент толкает третью палку. Попробуем сработаться. У пацанов ничего не выйдет. Кобяков, ну что ты молчишь? Разговаривай. А я знаю, что Глент сидит там подслушивает, поэтому я не хочу разговаривать. ОГОНЬ! Да! Что ты смеешься? Ты посмотри, где ты, а где мы уже. Так, еще после тебя Влад, да? А сейчас я? Кобяков, пойдем расскажу план. ОГОНЬ, значит, да? Так, ребята, сразу стану вот здесь и пойду. Полит! Получилось? Так, прикол в том, что тактики не было, я просто наугад стою, ударил и получилось. Так, ладно. Получилось? Я уже не уверен, что я победю. Так, так, едем, не переживаем. Опа! О, так это прикольно на самом деле. Не прикольно. О, капец, как легко! Так, о, капец! Капец! Засейвился! Он уже идет, давай! А, так он тут! Пацаны! Все, не мешайте. Это займет время. О, вообще так удобно, слушайте. Это финальный рывок. Победитель получает все. Это финал. Ребята, неужели я впервые за 4 версии ролика смогу победить? Ну что ж, вперед! Во-первых, хочу сказать, что здесь очень высоко. Во-вторых, хочу сказать, что я уже поднялся. Кобяков, это куб жизни! Это что, ему придется прыгать оттуда, что ли? Пацаны, во-первых, здесь очень высоко. Во-вторых, у меня есть возможность выбрать, сколько денег я выиграю. Так, сейчас покажу. Я нахожусь на первой вышке. За нее мне дают 1000 долларов. Так, и как это высота? По ощущениям, здесь сантиметров 20 высоты. Вообще не страшно. Это первая лыжка. Сейчас покажу вторую. Я понял. Второй уровень. Больше денег. Третий уровень. И четвертый уровень. Это второй уровень. И если я спрыгну отсюда, я заработаю 2000 баксов. Как высота? Ну, уже чуть-чуть страшно. Но сможешь. За 2000 долларов точно смогу. Но, ребята, кое-что вам хочу рассказать. Вспомните ролик с МЧСом, когда Глент прыгал в куб жизни? Рассказываю, как ты в куб жизни прыгал. На самом деле, его толкнули. То есть, это не он сам решился. Поэтому, здесь его толкать никто не будет. А это третья вышка. И за нее я получаю 3000 долларов. Как ощущения, Глент? Очень высоко. Блин, он реально высоко. Я на самой высокой точке этой башни. 4000 долларов за прыжок с открытыми глазами. И 5000 долларов, если я прыгну вон туда. Это вот столько. Если я прыгну вон туда, с закрытыми глазами. Ребята, очень страшно. Попробуй дотронуться до потолка. Я до потолка достаю. Ребята, если сейчас где-то вот в этом районе что-то потечет, это просто вспотел. Надеюсь, что в конкурсе на мустанку вы принимаете активное участие. Я это делаю только для вашего настроения. Все, ребята. Ну я вот чую, близок прыжок. Остается тот миг, тот час. А уже все, выхода нет. Я уже на краю. Все, давай, давай, давай. Кусятся ножки. УДАР! УДАР! Он это сделал! Это было офигенно! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Котарик остается в банке. 4. Смотрите, трусится, трусится, трусится. Ну что, ребята, вот это и финал. Пол, это лава 4. Глент победил. Офигенное чувство, ребята. Участвуйте в конкурсе на мустанг. Ставьте нам лайк за эту огромную постройку. И, конечно же, за решительность Глента. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Кобяков, Глент. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok